В эфире лайф и только главные новости. Взорван в лифте собственного дома в Донецке. Арсен Павлов, позывной Моторола, самый известный боец ДНР, убит. Подтверждает, кстати, эту информацию и украинская сторона. Вот интересная деталь. Павлов уничтожен. Написал в фейсбуке официальный представитель МВД страны Артём Шевченко. И этот пост появился еще 8 часов назад. Почти сразу же после убийства. Откуда украинская сторона получила оперативную информацию, не уточняется. До квартиры, где Арсена ждала жена и дети, оставалось ему подняться всего несколько минут на лифте. И взрывное устройство сработало в кабине. Предварительная версия такова. В этот момент в доме начала осыпаться штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Устройство было начинено поражающими элементами. В результате лидер Спарты получил несовместимые с жизнью ранения. Председатель Народного совета республики Денис Пушилин заявил, что бомба была, скорее всего, самодельной. А убийцы следили за передвижениями Моторолы. Детонатор ведь сработал точно, когда Арсен находился в предполагаемом эпицентре взрыва. По предварительной информации, вместе с ним скончался еще один человек. Сейчас в республике введен план перехват. В убийстве подозревают украинскую диверсионную группу. На месте работают следователи, а преступники объявлены в розыск. Слава герою ДНР! Любим, скорбим, земля пухом тебе, брат. Вот такие комментарии сейчас появляются в инстаграме на личной странице Арсена Павлова. Теплые слова пишут также жене, родным и близким Моторолы. С развитием конфликта на юго-востоке Украины позывной Моторола мы слышали часто в новостях. Но вот лица его не видели. Сам обладатель этого позывного всегда оставался в маске. И впервые публику увидело лицо Арсена, когда он спасал наших коллег, журналистов Лайфа. Олега Сидякина и Марата Сайченко. Тогда СБУ задержало наших ребят и обвинило журналистов в связях с террористами. Сидякина и Сайченко обвиняли в том, что они якобы руководили боевыми действиями. И в качестве доказательства обвинений сотрудники СБУ использовали видеозапись из славянска. Представители спецслужб утверждали, что за кадром голос наших коллег. В то время, как на самом деле эти кадры боя снимал сам Моторола прямо во время командования огнем. После чего Павлов передал видеоматериалы нашим журналистам, чтобы доказать авторство. Он впервые снял перед камерой маску. Штурмом блокпоста между Славянском и Краматорском разрабатывал операцию, руководил я. И вместе со мной было еще несколько полевых командиров. И мы немножко поработали. Ну, никаких журналистов там не было. Видео снимал я. Вместе со своими бойцами Моторола прошел внушительный боевой путь. Сражался под Иловайском и в Дебальцеве. Принимал участие в длительном штурме Донецкого аэропорта. Павлов был основателем и командиром батальона «Спарта», активно защищавшим Славянск. Там подразделение Моторола воевало на одном из наиболее сложных участков фронта в районе деревни Семеновка. Во время выхода ополчения из города «Спарта» прикрывала позиции отхода основных сил в районе города Николаевка. В штабах командира ополчения было почти не видно. Большую часть времени Моторола проводил на передовой рядом со своими бойцами, чем и заслужил настоящую народную любовь, а потом и звание полковника в армии самопровозглашенной республики. Моторола – это такой своего рода боец и командир фанк в каком-то смысле. До этого слова вы отметили там серьгу в ухе его и так далее. Моторола все слушались. И несмотря на все его лихачества, я даже помню ситуацию, когда он бойцов в Калавайске будил, когда они проспали там утреннее построение, он их будил, стреляя в крышу дома, где они ночевали. Первая свадьба в ДНР и даже свидетельство о соглашении брака с номером 001. Два года назад именно Арсен Павлов женился на своей любимой Елене Каленкиной. Моторола спас ее во время обстрела в Славянске. Это бракосочетание стало первым на территории самопровозглашенной республики. На праздник молодых приехали и российские, даже западные СМИ. Репортажи о гуляниях донецкого командира вышли на страницах иностранных СМИ, таких как New York Times и Daily Mail. И тогда молодожены были искренне счастливы, забыв, казалось бы, о том, что кругом полыхает война. Моя любимая, моя единственная, моя родная, самая красивая, самая прекрасная, самая красивая глазка, самая красивая калакоса. У Моторолы осталось двое детей. В апреле прошлого года у него родилась дочка Мирослава и всего несколько дней назад Елена подарила ему сына Макара. Убийство Моторола стало далеко не первым покушением на командиров самопровозглашенных республик. В прошлом году были убиты несколько командиров, которые занимали высокие посты в Донецко-Луганском ополчении. Донецко-Луганском ополчении. Донецко-Луганском ополчении. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok